Почти две недели назад вышла новая игра от студии From Software под названием Sekiro Shadows Die Twice. И не буду сейчас говорить о том, какая она получалась в плане геймплея, потому что на ютубе уже достаточно обзоров игры и, в принципе, каждый поигравший может сам решить для себя этот момент. Скажу только, что меня пригореть она заставила. Особенно после нескольких прохождений подряд. Вместо этого мне бы хотелось рассказать вам историю её мира и сюжет. Благо, теперь никто не скажет, что его здесь нет, так как From'у в этот раз делали более классическую его подачу. Главный герой в Sekiro заранее определён, прописан и обладает своими чертами и мотивацией. Более того, в игре появился ещё и художественный конфликт, который по ходу событий развивается. Да и вообще мы наконец-то играем не после того, как история уже свершилась, а во время и сами определяем векторы её развития. Ну и самое важное, главный герой разговаривает и даже реагирует на те или иные слова или действия, что тоже по-своему удивляет, когда речь заходит об играх From'ов. Сразу предупрежу о двух вещах. Во-первых, рассказ будет касаться только основных событий игры. То есть мы затронем сюжет и все концовки, но вот детально разбирать каждого из персонажей я всё-таки не буду. Если вам вдруг интересно, то поставьте лайк под это видео или просто напишите комментарий, и тогда я пойму, что стоит сделать ещё одно видео уже про персонажей. А во-вторых, берегитесь спойлеров, ибо их здесь будет очень много. Если до сих пор не играли или не прошли игру, то рекомендую вернуться сюда чуточку позже. Итак, это Ликорис, приветствую вас на своём канале, и теперь, когда я прошёл наконец-то игру на все концовки, я готов рассказать вам, что же в ней происходит. Поехали! Я рассказывал вам о многих фантастических мирах. Мрачных и очень мрачных. Загадочных и очень загадочных. Очень красивых и очень красивых. Но сегодняшний мир особенный, потому что объединяет почти все эти миры. Это мир дешёвых игр на Gapestore.ru. Больше тысячи интересных проектов продаются намного дешевле, чем в Steam. Ссылка в описании. События игры разворачиваются на закате периода Сен-Гоку, когда Япония была охвачена нескончаемой войной между различными кланами. По сути, японское слово Сен-Гоку можно перевести как «воюющие провинции» или «страны», что напрямую связано с историческими событиями, происходящими в конце 15-го и 16-го веков. Всё началось с упадка щогуната Ащикаго, который правил страной на тот момент. Раздоры внутри дома Ащикаго и кланов могущественных военных наместников, другими словами, военных главпровинций, привели к междоусобным войнам и дальнейшему ослаблению авторитета Бакуфу, административного аппарата щогуната. В итоге всем щогунам пришлось скитаться по стране, опасаясь быть убитыми, а Бакуфу не могло в полной мере контролировать даже ближайшие к столице провинции. Воспользовавшись тем, что центральная власть сильно ослабела, даймё, грубо говоря, крупнейшие военные феодалы, хотя в то время для них использовался немного другой термин, но не суть важна, так вот они, наоборот, укрепили свои позиции и возвысились, начав управлять своими территориями независимо от центрального правительства, а со временем почувствовал власть и вовсе подминать под себя другие княжества слабее их. Всё это вылилось в острые социальные и политические конфликты. Восстания крестьян, недовольных своим положением, жестокие войны между удельными правителями, которые желали загробастать себе всё больше и больше территорий, и даже буддийские школы вели друг с другом не только диспуты, но и настоящие кровопролитные сражения. Именно в это время и происходят события игры. Битвы за власть происходили во всех уголках страны. Они добрались и в горы, в земли клана Ащина, где мастер меча Ищин Ащина устроил кровавый переворот и захватил власть. В реальной истории Японии тоже существовал клан Ащина, но я не буду сейчас тратить ваше время ещё и на это, потому что мне кажется, это тема для другого видео. Так вот, во время этого сражения, щеноби по прозвищу Филин нашёл на поле боя маленького мальчика, бродягу, который не боялся смерти. Тогда он из прихоти подобрал голодного щенка и воспитал его как щеноби. Когда же тот вырос, то он представил волку его господина, маленького мальчика по имени Кура, наследника дракона и обладателя особой крови. Прошло 20 с лишним лет с тех пор, как Ищин Ащина захватил власть и теперь его клан находится на грани распада, а наш главный герой умудрился потерять всё. И того, кто его усыновил, и мальчика, которого поклялся защищать. Забавно, кстати, что игра начинается практически так же, как и первая часть Dark Souls. Главный герой сидит в тюрьме, а сверху ему скидывает предмет, зачарованный на мотивейшн. Этим предметом оказывается письмо с орнаментом, в котором написано, где можно найти господина и как туда добраться. Миновав незаметно врагов и прибыв в лунную башню, где держит Кура, волк встречается со своим господином. Главный герой говорит ему, что его цель – спасти его и получает от него подарок в виде меча под названием Кусабимару. Затем они договариваются, что как только волк расчистит путь и найдет тайный проход из замка, то подаст знак Кура и тот придет к нему. Что, собственно, и происходит. Однако, не всё так просто и сбежать у них не получается, потому что их там уже ждал Геничиро Ащина, ведущий самурай-клан на данный момент, который готов пойти на всё ради его процветания. Естественно, в первый раз победить его очень сложно и поэтому он одолевает волка, отрубая главному герою левую руку. Хотя даже если у вас и получится победить, то особо ничего не изменится. Воин из отряда полуночников кинет сюрикен, волк его отобьет, а Геничиро, воспользовавшись моментом, всё так же отрубит ему руку и заберет божественного наследника с собой. Не по-самурайски как-то на самом деле. Через какое-то время главный герой проснётся и обнаружит себя в заброшенном храме в окружении огромного количества статуэток Бут и загадочного отшельника тоже без левой руки. Но самое интересное не это, а протез, испещрённый следами ударов и покрытый многочисленными пятнами крови, снабжённый разными механизмами в расчёте на модификацию и добавление разных инструментов. Отшельником же оказывается рящик, который только делает, что вырезает статуэтки Бут. Правда, как бы он ни старался, все они воплощения гнева. По его словам, такова судьба тех, чья карма отягощена огромным долгом. Каким долгом? Мы узнаем чуть позже. В общем-то, он и был тем, кто перетащил волка сюда. А вот установил ему протез и позаботился о его физическом состоянии и, скорее всего, другой человек. Рящик рассказывает про Кура и говорит, что тот ещё жив, но его держат в плену в замке Ащена, потому что хотят воспользоваться его кровью. Дело в том, что в Кура живёт наследие дракона. К слову, именно поэтому его и называют божественным наследником. Этим наследием является его кровь, которая делает бессмертным человека, в жилах которого она течёт. Это и является причиной, по которой наш щеноби не может умереть и каждый раз возрождается снова. А также из-за этого на его лице и в волосах появилось белое пятно. Получил он эту кровь три года назад во время нападения на поместье Хирата, одной из ветвей рода Ащена, где и жил молодой господин. Произошло это внезапно и поэтому дать бой бандитам у них не получилось, из-за чего те добрались до поместья на холме и сожгли его, а Кура был вынужден скрыться в тайном помещении. Расчистив путь, главный герой добирается до него, но там его встречает госпожа Бабочка, тоже щеноби, которая в прошлом даже обучала волка. Происходит бой не на жизнь, а на смерть и в итоге главный герой побеждает, убивая своего бывшего учителя. Правда, после боя кто-то подло пронзает мечом грудь волка, оставляя его умирать под горящими обломками поместья. Тогда за ним и возвращается Кура, восхищенный преданностью своего щеноби, и решает поделиться своей кровью с ним, сделав того бессмертным. Причём волк не помнит о событиях этой ночи и вспоминает их только после того, как преподносит талисман в виде колокольчика Будди с добрым лицом в храме с Режчиком. Это и тот факт, что при первой встрече с божественным наследником тот спрашивает щеноби, помнит ли он о событиях той ночи, даёт мне повод думать, что после событий в поместье Хирата волк и Кура друг друга не видели. И по этой же причине самураи, охраняющие лунную башню, в которой заперт господин, отзывается о волке как отрусливом щеноби, потерявшем смысл жизни и не желающим действовать. Видимо, потому что он не знал, жив ли мальчик, которого он защищал, и из-за смерти его приёмного отца щеноби по имени Филин, которого он как раз-таки и встречает в том сгоревшем поместье. Казалось бы, да это круто, ты бессмертный, теперь ничто не остановит тебя от защиты своего господина. Что может пойти не так? Эм... Так уж вышло, что у этого есть один маленький нюанс. Наследие дракона может даровать способность к воскрешению, но если её злоупотреблять, в крови появляется скверна. От этого те, кто не обладает бессмертием, начинают заболевать так называемым драконьим поветрием. Другими словами, запас особой силы в крови ограничен, и поэтому если её израсходовать полностью и пытаться воскреснуть, то в воскрешении всё равно произойдёт. Но сила для него будет взята из другого источника. Из крови тех, кто болен драконьим поветрием. Уходит, что те, кто заболели этой болезнью, лишились жизненной силы, присущей всем людям и составляющей основы их человеческой природы. У Ащина уже когда-то была такая же эпидемия этой болезни. Правда, тогда лекарства так и не создали, а больные погибли все до единого. К счастью, в этот раз получилось его создать. С этим помогла Эмма, ученица известного лекаря Догена, которая сейчас служит в главе клана Ащина, Ищину. Так вот, она попросила волка добыть образцы заражённой крови и на их основе смогла создать лекарства. Правда, никто не застрахован от повторного заражения, если волк продолжит умирать и дальше. Несмотря на всё это, главный герой продолжает двигаться дальше. Сначала он встречает на своём пути огромного змея, которому можно проткнуть глаз, а затем Гёбумасатака Онива. Давным-давно он был всего лишь вожаком шайки бандитов, а после того, как Ищин победил его в схватке и был впечатлён его силой, то взял к себе на службу. Со временем он стал самым верным из самураев Ищина. Убив его, волк добирается до замка Ащина, где перед ним открывается сразу несколько путей. В принципе, можно пойти куда угодно, но по сюжету логичнее всего пойти в одну из башен, где и держат Кура. Там он встречает своего противника, Генничеро Ащина, который интересуется у Эммы о состоянии Ищина и просит божественного наследника поделиться кровью с ним. Кура же отказывается, и в этот момент появляется главный герой. Генничеро понимает, что пока жив волк, кровь дракона не может стать его, и поэтому им ничего больше не остаётся, кроме как скрестить свои мечи ещё раз. Правда, в этот раз ему уже не даётся так просто победить, а если вы одолели его раньше, то даже взять реванш. В этот момент мы видим, на что готов пойти этот человек, чтобы добиться своей цели. Возможно, Генничеро настолько решительным, потому что был рождён обычным простолюдином. У него не было никого, кроме его матери, которая через какое-то время умерла, а мальчишку принял к себе клан Ащина. И думаю, что мотивом для него послужила безграничная благодарность клану, который приютил его и стал для него новой семьёй. Поэтому он готов даже стать монстром, лишь бы спасти его от надвигающейся катастрофы. И он действительно становится им. Приняв Воды Молодости, Генничеро решил оставить человеческий облик и обрести бессмертие. Пусть и в другой форме, отличной от той, что владеет волк. Воды Молодости – это особая жидкость, происхождение которой довольно загадочно. Но известно, что она имеет свойства в каком-то смысле похожие на кровь дракона. Так вот Генничеро выпил не просто эту воду, а осадок молодости – особенно концентрированную фракцию этих вод. Он придаёт телу невероятную крепость. Благодаря ей, человек может выдержать удары смертельные для других. Только вот ему очень повезло, потому что обычно те, кто пьют такую воду, теряют над собой контроль и просто атакуют всех, кого видят, хоть их тело и становится сильнее. Такое мы видели во время боя с гигантом в колодках, у которого тоже были красные глаза и который был очень силён. А также об этом можно узнать благодаря Доджуну и его учитель Досаку, которые как раз таки и ставили эксперименты на людях, пытаясь понять, как работает осадок молодости. После боя Эмма рассказывает, что служит Ищину, и это он дал ей указание бросить в темницу послания, где держали главного героя, и всячески ему помогать, потому что он не желает использовать кровь дракона для возрождения своего клана. Затем она предлагает ему поговорить со своим господином, который теперь будет находиться здесь. Кура же рассказывает о том, что бессмертие порождает скверную и меняет людей до такой степени, что те уже не могут вести нормальную жизнь. Да, он очень рад тому, что спас волка до этого, даровав ему свою кровь, но также он понимает, что от этой способности намного больше бед, чем каких-то положительных эффектов. Поэтому он принимает решение покончить со скверной, порожденной наследием дракона, разорвав узы бессмертия. Помочь им в этом может древний текст, который хранился в замке Ачина. В нём собрано знание, необходимое, чтобы избавиться от наследия дракона. Из него Кура и волк узнают, что им нужно найти и выпить слёзы дракона, который можно найти в Божественном Царстве. Когда-то в замке Ачина жил другой божественный наследник по имени Токеру, которого тоже тяготила Ноша Бессмертия. Ему не удалось избавиться от неё, так как он не смог достать один из необходимых предметов. Зато он бывал в Божественном Царстве, откуда привёз ветвечный цвета и привил её возле замка. Вечный цвет – это дерево сакуры, которое цветёт не только весной, а круглый год. Так вот, ему принадлежала курильница, на которой написана подсказка о том, как попасть в Божественное Царство. Попасть в это Царство не так-то просто, потому что принимает туда не всех. Пропуском служит особое благовоние первоисточника. Получается, что цель перед волком сейчас стоит следующая. Ему нужно раздобыть ингредиенты для создания благовония, чтобы попасть в Божественное Царство и оттуда забрать у дракона его слёзы. Помимо этого, для того, чтобы, собственно, разрубить Акову Бессмертия, потребуется особый меч, который способен убивать бессмертных или хотя бы просто нанесить им урон. Начнём с меча. Подробнее о нём может рассказать сам Ищин, здоровье которого за 20 лет сильно ухудшилось и сейчас он восстанавливает силы в одной из сторожевых башен. По поводу него, кстати, есть один интересный момент. Несмотря на свой пожилой возраст и болезнь, он всё равно тайком выходит из своей башни, чтобы находить и убивать крыс, то есть тех или иных шпионов, проникнувших во владение Ащина. Я думаю, вы уже поняли, кого я имею в виду. Если играли в игру, конечно. Тенгу, которого мы впервые встречаем после битвы с Гёбу, и есть Ащина Ищин. Во-первых, он единственный, кто даёт главному герою имя и называет его Секиро. Во-вторых, в комнате, где находится сам Ищин, можно найти точно такую же одежду с красной маской. И в-третьих, если не разговаривать с Тенгу и дойти до этого момента, то в сторожевой башне не будет Ищина и сначала всё равно придётся идти и говорить с его второй личностью. Да, он болен, но эта машина для убийств может ещё тряхнуть стариной, даже будучи больным и старым. В общем, Ищин рассказывает Секиро, что Клинок Бессмертных хранится в Храме Сэмпо. Правда, есть один нюанс. Его нельзя доставать из ножен. Что это значит? Да бог его знает. Зато теперь понятно, куда будет лежать дорога главного героя. Сам храм расположен на горе Конго, а его ворота в данный момент закрыты из-за того, что монахи отступили от учения Будды и соблазнились поисками бессмертия, оставив свою веру. Из-за чего атакуют любого, кто придёт к ним в храм без приглашения. Обо всём этом нам говорит плакат с изображённым на нём Буддой. Ну, точнее, не он сам, а кто-то через него. Об этом человеке мы узнаем чуть позже. И это на самом деле так. Изначально монахи храма изучали боевые искусства, чтобы достичь просветления. Там верили, что чтобы одолеть врагов Будды нужна сила и строгая дисциплина. Однако со временем, как было сказано ранее, их охватила жажда вечной жизни, которая отпечаталась не только на их учении, но и в боевом стиле. В самом храме помимо монаха встречаются низкорослые убийцы в соломенных шляпах и отряд Таро. Воины огромного размера, машущие дубинами. К слову, в игре есть один дружелюбный Карлан по имени Барсук Черная Шляпа и Бугай по имени Котаро. Но сейчас не об этом. На самом деле, некоторым монахам и правда удалось достичь бессмертия, ибо после смерти они все равно воскресают и продолжают атаковать Секиро. Тут возникает вопрос, а каким это таким образом им удалось его достичь? Если честно, я и сам не до конца этого понял, поэтому буду рад, если у вас есть более адекватные мысли по этому поводу. Что точно можно сказать, дают им его многоножки, которые селятся в теле человека. Таких людей называют изъеденными червями. Только вот почему они бессмертны и дают такое свойство своему носителю не совсем понятно. Возможно, их каким-то образом вывели, когда создавали божественных детей. Хотя я очень сомневаюсь. Есть еще одна версия, но о ней мы поговорим попозже. Пробиваясь через толпы противников, главный герой рано или поздно наткнется на воина в доспехах с огромным двуручным мечом, который прибыл в игру, как будто из Дарк Соулс. Частично, так и есть. У этого рыцаря был маленький сын по имени Роберт, вместе с которым они продавали петарды, чтобы собрать деньги на путешествие. Пытаясь продлить жизнь Роберту, видимо он болел, причем смертельно, они прибыли в Японию в поисках секрета бессмертия. Это и является причиной, по которой он не дает волку пройти через мост, чтобы оно не досталось ему. Практически сразу за ним будет находиться алтарь с колокольчиком, который перенесет главного героя в чертоги Морока. Это особое место, которое находится между жизнью и смертью, по которому блуждают души божественных детей, поселившиеся в храмовых обезьянах. Эти обезьяны являются стражами последнего оставшегося в живых божественного дитя. После победы над ними, божественное дитя само свяжется с главным героем и перенесет его в святилище, где и находится. Им окажется невысокая молодая девушка, живущая там одна. Как я уже сказал чуть раньше, она единственный выживший ребенок в отмолодости, порожденная теми, кто ради бессмертия не остановился ни перед чем. В ее жилах течет поддельная кровь дракона, созданная человеком. Смерть других детей объясняется тем, что эта кровь поддельная. И тем, что даже несмотря на то, что она поддельная, для обычного человека стать ее вместилищем все равно не так-то просто. И поэтому практически все из так называемых подопытных погибли, но остались жить в чертогах морока в виде духов, а девушка, которую мы видим в игре, единственная, кто оказалась способен стать, грубо говоря, сосудом. Причем, как вы думаете, откуда эти безумные монахи брали детей? Маленькие корлиты в сломенных шляпах служили храму не только в качестве убийц, но и похитители, которые, по всей видимости, воровали детей из семей и потом на них ставили опыты. Я не удивлюсь, даже если мертвые тела людей, которые можно встретить то тум, то там по всей территории храма, принадлежат подопытным. Обо всем этом можно узнать от барсука Черной Шляпы, который отказался больше принимать участие в этих грязных делах. Секеру сообщает ей, зачем сюда пришел, но девушка предупреждает того, что ни один из тех, кто обнажил меч, не выжил. Вот что имел в виду Ищин, говоря, что его нельзя вынимать из ножен. Естественно, Волк вообще без разницы так это или нет, ибо он пришел сюда выполнять поручения своего господина, и поэтому он умирает, обнажая меч. Но это можно было бы закончить, если бы он не обладал бессмертием, которое позволяет ему пользоваться этим мечом и тут же поднимает его из мертвых. Теперь этот алый клинок, который долгое время был спрятан в храме Сэмпо из-за того, что монахи боялись потерять бессмертие и способны убить бессмертного, принадлежит Волку. На клинке выграверно его истинное имя. Милостивый Дар Слез. Узнав о намерениях Чиноби и Кура, Божественное Дитя решает помочь им, чем может. Хотя она и не знает, правильно ли избавлять кого-то от уз бессмертия. Но наследие дракона извращает людей. Это уж точно. Итак, теперь у Волка и его господина есть клинок, который разрежет узы бессмертия. Теперь пора бы заняться созданием благовония. Для него нужны белый благовыхающий цветок, что растет в глубоком пруду, где собираются воды первоисточника, и ароматный камень, который хранится в некой священной деревне. Цветок лотоса можно найти в опустившейся долине, которая находится ниже леса, что растет позади замка. Что касается священной деревни, то и местоположение и вовсе под землями Асина. Туда можно попасть, если броситься в бездонную дыру. В буквальном смысле. Третья деталь. Это вечноцвет, который я уже упоминал раньше. Дерево сакуры, что цветет круглый год. Оно было посажено позади замка, и загвоздка в том, что он полностью усох, потому что некий человек срезал с дерева ветку и сорвал все цветы. Без цветов вечноцвет был обречен. В итоге дерево засохло. Найти укороденную ветку, которую даже непонятно где искать, не представляется возможно, поэтому они решают сначала заняться остальными предметами. Начнем с цветка. Путь туда лежит через еще одного огромного змея и крепость, которую управляет элитный отряд воительниц, известных как Змеиные глаза. Эти воительницы – потомки древнего клана Оками и обладают необыкновенно острым зрением и меткостью. Уж поверьте, если не быть осторожным, они от вас и мокрого места не оставят. Особенно на дальней дистанции, где у них огромное преимущество. К слову, их местоположение там логично обосновано. Поскольку они пользуются огнестрельным оружием, им необходим порох, а крепость как раз таки является источником необходимых им ресурсов. Так что, немного поразмыслив, становится понятно, что, почему и где делают свои дела определенные типы противников. Конечно же, Секиро это все не останавливает, и он добирается до того места, куда стекают воды первоисточника, где встречает местного Харамбе, которого кто-то уже пытался убить, если судить по огромному мечу, торчащему из его шеи. Происходит бой, и в итоге наш щеноби одерживает победу, отрубив обезьяне голову. Но не тут-то было. Выясняется, что Ержан тоже обладает бессмертием, которым уже никого не удивить, видимо, в землях Ащина. Затем берет свою отрубленную голову в одну руку, меч в другую, и давай по новой нападать на главного героя. Отдалев его во второй раз, Геро понимает, в чем дело, и достает из его тела многоножку, которая сидела внутри и была источником вечной жизни Уинстона. И вот мы тут шутим по поводу него, а оказывается, что для обезьяны-стража такая доля должна была быть весьма одинокой, а его рёв мог быть своего рода мольбой. Дело в том, что цветок лотоса, за которым пришёл щеноби, вернее, его аромат, привлекает самок-обезьян. Именно поэтому он тщательно ухаживал за ним, чтобы подарить своей невесте, с которой отделил своё логово. Но его смертная подруга умерла, а цветы, которые он растил в память о ней, обратились в прах. Из-за того, что волк протянул многоножку обычным клинком, обезьян-страж выжил и вернулся в это самое логово, где его позже можно убить окончательно, избавив от мук бессмертия. Более того, в этом же логове можно найти старые останки другой обезьяны, которые, за неимением других вариантов, должно быть, принадлежат его невесте, не обладавшей бессмертием и, как следствие, давно умершей. Ещё один интересный момент, время второго боя уже с безголовой версией в его логове к нему на помощь приходит второй обезьян. Про это в игре нет никакого упоминания, но, зная о Фромов, можно предположить, что им может быть ребёнок этой необычной пары. После убийства обезьяны-стража Сокиро находит полупереваренный тонкий палец в его брюхе. Палец на самом деле необычный, потому что в нём есть специальное отверстие, которое использовалось как свисток для того, чтобы сводить с ума зверей. Этот палец, который, в общем-то, можно сделать частью протеза и огромный меч, торчавший в шее обезьяны, говорят нам о том, что когда-то кто-то уже пытался его удалить, но у него это не получилось. Воином же этим был товарищ Резчика. В прошлом они оба были бродячими щеноби, которых никто не брался обучать. Потому они отправились в долину, где жили обезьяны, чтобы бегать, прыгать, фехтовать на мечах там, где один неверный шаг – верная смерть. Со временем они даже научились передвигаться как обезьяны, а в перерывах Резчик пил особое обезьяннее вино, что обжигает глотку. Время такого отдыха он каждый раз слушал мелодию свистка своего товарища, что наполняло грустью всю долину. Как ни странно, ему она наоборот нравилась. Выходит, что щеноби, пытавшийся по какой-то причине убить обезьяну-стража, был близким человеком для Резчика. К сожалению, этот щеноби не смог одолеть чудище и погиб в бою. Велика вероятность, что уже тогда обезьян был бессмертным и застал врасплох щеноби, когда восстал из мёртвых, несмотря на то, что тому пронзили мечом шею. В общем, теперь проход к цветку лотоса свободен и волк забирает ещё один ингредиент, необходимый для создания благовония. Следующий предмет лежит на сокрытом алтаре в деревне у воды. Путь к ней преграждает густой туман, который окутал лес перед деревней. Его вызвал туманный вельможа, который укрылся в заброшенном храме. Этот туман не только не даёт нормально ориентироваться в пространстве, но также поднимает призраки воинов из могил, что усложняет прохождение этой местности. После его убийства оказывается, что всё это было лишь иллюзией и открывается проход к деревне Мибу. Все её жители сошли с ума, потому что главный жрец иногда угощает их с Сакэ, считая, что благодаря ему им разрешат жить во дворце. Чем больше его пьют, тем сильнее становится жажда. Из-за неё Сакэ пьют целыми бочками, а когда оно заканчивается, жажда не пропадает и больше ничего не остается, кроме как пить воду из прудов и рек. Таким образом, жители деревни Мибу и сходят с ума. Причём они не просто теряют рассудок, а тоже приобретают некого рода бессмертия. На этом моменте стоит немного остановиться. Как мы помним, это далеко не единственный способ обрести бессмертие. Помимо наследия дракона, можно также послить в своём теле бессмертную многоножку, наделяющую тело соответствующими свойствами. Или ещё можно избить вод молодости, который обладает идентичным эффектом. Ну тогда велика вероятность, что человек обезумеет. Тут возникает вопрос. Откуда взялось такое огромное количество способов сделать себя бессмертным? Лично я считаю, что всему виной одно конкретное место, откуда берёт начало каждая из них. Это дворец первоисточника, куда главный герой попадёт чуть дальше по сюжету. Пока что забудем про него и поговорим про деревню Мибу. Лично я считаю, что воды молодости текут именно в её пруду. Более того, не осадок молодости, который испил Геннечиро, наделивший его тело невероятной крепостью и красными глазами, а ещё вполне возможно безумием, а обычные воды, действующие на человека немного по-другому. Не исключено, что из-за чрезмерной их загрязнённости у них не получается достичь желаемого результата. Жрец этой деревни говорит о чём-то, что не растворяется в жидкости. Этим чем-то и может быть осадок. Итак, что даёт мне повод так думать? Во-первых, жители тоже в каком-то роде становятся бессмертными. Во-вторых, они тоже боятся огня. В-третьих, здесь можно найти особого карпа с красными глазами, благодаря которому безумный учёный Досаку в подземелье создаёт двух красноглазых воинов. Одного из случайного добровольца, а второго из своего ученика Дуджуна. Но если воды молодости находятся в деревне Мибу, то откуда же тогда берутся многоножки? И на это тоже у меня есть своя теория. Всё там же, в пруду сокрытой от простых глаз деревни, на его дне находятся какие-то белые, маленькие, относительно слизни, которые теоретически могли бы быть причиной загрязнения вод молодости, которые оказывают не тот эффект на людей, которые от них ожидают, и источника многоножек, которые поселились внутри монахов, обезьян и других людей, выпивших эту воду. Более того, этих червей, или даже вернее будет сказать, слизняков, можно заметить не только на дне пруда деревни, но и возле свадебного алтаря, который собственно и является целью главного героя. Только вот откуда в деревне взялись эти черви? Первый вариант, они там уже были, поэтому вода загрязнилась. О втором мы поговорим чуть позже. Ещё раз напомню, не стоит воспринимать всё это как истину в последней инстанции, поскольку я и сам не до конца во всём этом разобрался, по причине недостатка нужной информации. Поэтому, если вам мои версии не нравятся, то смело пишите свои в комментариях, и может быть мы вместе сможем понять в чём же дело и как дела стоят на самом деле в мире Сакиро. Так или иначе, в деревне волк встречает падшую монахиню. Вернее, не совсем её, а всего лишь бесплотного призрака, который охраняет вход в пещеру, где хранится камень чревоношения, необходимый курой для создания благовония. Такие камни иногда образуются в чреве у тех, кто очень долго пил воду первоисточника. В пещере находится свадебный алтарь, которому жители деревни преподносили множество камней чревоношения, в надежде, что их переправят во дворец первоисточника на Паланкине, стоящем в центре. Только вот они не знали, что ключом ко всему служит особое благовоние, которое собирает Кура и его верный Щеноби. Точнее, что камень – это всего лишь часть этого благовония. Достав камень, волк заполучает все нужные им ингредиенты, кроме Сакуры Вечноцвета, которая увяла давным-давно. Возвращаясь за Мак Ащина, к своему господину Секиро видит следующую картину. Кура ведёт беседу с Филином. Но как? Ведь мы помним, что приёмный отец главного героя был убит три года назад во время нападения бандитов на поместье Хирата. Оказывается, что ещё тогда Филинс облазнился кровью божественного наследника и бессмертием, которое она даёт. Поэтому он объявился спустя столько времени, чтобы снова взять всё под свой контроль и забрать Кура, чтобы его драгоценная кровь больше никому не досталась. После разговора, ошеломлённый неожиданной новостью Секиро подходит к своему отцу, но тот сразу же сообщает, что кровь дракона должна стать его и требует от сына оставить своего господина и подчиниться Железному кодексу Чиноби, согласно которому слова отца важнее слов хозяина. Собственно, этот этап игры является развилкой перед четырьмя концовками. Можно выбрать подчиниться отцу или нет. Если решить оставить Кура, то одна из концовок начнётся прямо в этот момент. Однако, давайте, наверное, пойдём по пути с самой стандартной, которую видит большинство тех, кто взялись за прохождение этой игры. Разберём её, моменты, связанные с ней, события и персонажей. А уже потом вернёмся обратно и я вкратце расскажу и объясню всё остальное. Мотивацию Филина и события, связанные с ним, я тоже оставлю до альтернативной развязки на этом моменте. Сейчас о нём уже толком и нечего будет говорить, а вот пояснить его действия, из-за которых он требует от Волка отречься от Кура, было бы неплохо беря во внимание то, что произойдёт в другом финале. Итак, Секиро выбирает своего господина вместо отца и нарушает Железный кодекс Чиноби, на что Филин реагирует с презрением, поражаясь, насколько это жалкое зрелище, Чиноби, дающий волю своим чувствам. Он начинает якобы плакать, упрекая сына в том, что тот его не поддержал. Секиро же отвечает, что кодекс должен определяться человеком и он так решил. После чего разворачивается и просто уходит. Конечно же, всё это было лишь спектаклем со стороны Филина. Он добивался того, чтобы Секиро отвлёкся, ослабил защиту и повернулся к нему спиной, чтобы тот мог нанести удар ему в спину. Кстати, довольно знакомый удар, если вы понимаете о чём я. Правда, в этот раз Волк уже не такой наивный и отбивает его атаку, после чего начинается сражение между двумя Чиноби. Между двумя родственниками. Отцом и сыном. Ну камон, Секиро ведь бессмертный. Сразу было понятно, кто здесь победит и в итоге Филин погибает от руки своего приёмного сына. А среди его вещей находится и высохшая ароматная ветвь. Одна из составляющих благовония, которой нужна Кура. Получается, что от Вечно Цвета отломил её отец Волка, не желающий, чтобы божественные наследники расставались со своим бессмертием, которое он планировал использовать. Опять же, про него попозже. Дальше главный герой приходит Кура, который находится у курильницы господина Токеру, бывшего божественного наследника. Там он говорит ему о смерти Филина. Кура очень переживает по этому поводу, потому что ему очень неприятно от того факта, что Секиро пришлось убить своего отца. Но зато есть одна хорошая новость. Это была последняя составляющая для благовония, в котором они так нуждаются. Теперь у них есть всё. Цветок Лотоса, Камень Чревоношения, Усохшая Ветвь Вечно Цвета и даже Клинок Бессмертных. Единственная вещь, способная пустить кровь носителям Драконьей Крови. Она тоже, оказывается, нужна для благовония. В общем, они кладут все ингредиенты в курильницу, затем Кура делает себе неглубокий надрез с помощью Клинка Бессмертных и создают, наконец, Благовоние Первоисточника. Только вот что с ним теперь делать. Как попасть в сам дворец? К счастью, Секиро вспоминает о надписи на алтаре с Камнями Чревоношения. Свадебное подношение со сладким запахом. Их тут же осеняет. Возможно, это место – врата в Божественное Царство. Поэтому, пропитав одежду волка благовонием, Кура посылает его обратно в ту пещеру, которую охраняла падшая монахиня, чтобы тот вошёл в святилище и смог добраться до пункта назначения. Он так и поступает. Придя туда, главный герой забирается в Паланкин, начиная медитировать и ожидая, что произойдёт. Происходит что-то очень необычное. Сверху на него обрушивается огромная верёвка, которая является всего лишь рукой колоссальных размеров существа, полностью состоящего из таких канатов. Вообще, у меня есть мысли, которые могли бы объяснить, кто это такой, но лишь частично, и в принципе это не так уж и важно. Скорее, это просто очень странный, типично японский момент, который добавили разработчики. Хотя, если добавили, то он должен иметь смысл. Буду рад почитать ваши мысли по этому поводу. Свои же я выскажу, скорее всего, в другом ролике. Независимо от того, кем оно является, странным созданием из японского фольклора или огромным добавящим челиком, доставляет это существо главного героя во дворец первоисточника, где его тут же встречает истинная падшая монахиня, священная миссия которой охранять это место. Что ни говори, а получается у неё это очень хорошо, учитывая, что, так же как и многие другие в мире этой игры, она обладает бессмертием. Получила она его от, угадайте чего? Многоножки, которая вылезает из её тела на последней фазе боя с ней. После боя с монахиней открывается доступ к самому дворцу первоисточника. Уууу, это очень обширная, на интересные детали локация. В ней находятся вельможи и воины клана Аками. Одного из вельмож мы уже видели в Туманном лесу. Там он играл на своей дудке и тем самым вызывал туман вместе с Мороком. Как вы видите, все из них выглядят очень странно. Как будто из Бладборна, наверное, у вас пробежала мысль. И ведь действительно, очень похоже. Эти вельможи тоже обладают бессмертием, правда, не в плане её возможности быть убитым. Здесь имеется в виду очень долгая жизнь. Придворные во дворце жаждут жизненную силу молодых. Они не могут сдержаться и хотят высосать всё больше их жизненных сил, что и делают даже с главным героем. Однако не это превратило их в тех созданий, которыми они являются сейчас. Всему виной напиток, популярный у этих людей. Вода дворца. Именно из-за того, что они пьют её, и происходит эта загадочная трансформация. Вероятно, об этом как-то узнал главный жрец деревни Мибу и заставил жителей пить драконье саке, сваренное на воде из этого источника. Хотя непонятно, почему тогда от него никто не превращался. А потом и вовсе в воду из пруда в надежде тоже стать придворными, чтобы их приняли во дворец и они смогли начать там жить. Сам напиток содержит в себе божественную воду. Скорее всего ту, что течёт в этом дворце. Если принести этот напиток жрецу из деревни, то по возвращении к нему после отдыха у идола тот и сам станет вельможей, что подтверждает вышесказанное. Кроме того, с ними связан ещё один очень интересный факт. Возможно, жизненную силу других людей они не только высасывали с помощью магии, но и получали непосредственно, пожирая воинов Оками, которые находятся во дворце вместе с ними. Так это или нет, точно непонятно. Что даёт мне повод думать так, это трупы, которые пожирают вельмож за закрытыми дверями. Теперь поговорим о клане Оками. Если вы ещё помните, то в опустившейся долине обитают их потомки, вооружённые огнестрельным оружием и прозванные Змеиными глазами. Сами же воительницы о клана Оками находятся во дворце первоисточника, где танцуют мистические танцы в честь дракона, наполняющие их доблестью. Они носят маски, пользуются особыми боевыми техниками, позволяющими орудовать молниями и тоже выглядят мутировавшими. Вряд ли вельможи были единственными, кто пили дворцовую воду, поэтому справедливо будет предположить, что и они изначально выглядели совсем по-другому. Не исключаю даже того варианта, что храмовая прислужница, крепко спящая у алтаря дракона, может быть одной из них. Падшая монахиня тоже может быть в прошлом частью клана Оками, если судить по ее круговым движениям копья и маски. Точно такой же прием используют владельцы копья Оками, но про маски и так все понятно. И даже это еще не все члены клана Оками. Точнее, не факт, что и они часть клана, но тем не менее много на это указывает. Так вот, еще одной представительницей этого древнего клана может быть Томоэ. Кто же она такая? В прошлом, до Кура, был другой божественный наследник, которого отяготило бессмертие, и он хотел от него избавиться. Помогала ему в этом госпожа Томоэ. На самом деле, она очень интересный персонаж. По ряду причин. Начнем с самого начала. В записке про цветок упоминается тот факт, что некогда родители Томоэ собрали аромат первоисточника и по какой-то причине прибыли во дворец, что уже связывает ее с этим местом. Также, судя по запискам и рассказам Эммы и других персонажей, она была очень близка с Такэро. Иногда они приходили к Вечноцвету, где он играл на флейте, а она танцевала под деревом. К тому же, она очень сильный воин, использующий уникальную для Ачина боевую технику. Молнии. Настолько уникальную, что ее даже прозвали Еретическим Искусством. Владеет ей как раз таки только воины клана Оками из Дворца Первоисточника и Гоничиро, ставший ее учеником. Плюс сам Ищин отзывается о ней, как о Мастере Меча. В бою она словно танцует, если загнуть ей в глаза, чувство такое, будто тебя затягивает в глубину Вод. А рядом с ней Ищин, который, на минуточку, чуть ли не самый выдающийся мечник в их округе, был как никогда близок к смерти. По сути, одного только факта использования молний хватает, чтобы записать ее в воительнице Оками, но мне кажется, что все остальное тоже звучит довольно убедительно. Сейчас она, как господин Такэро, мертва, а их могилы расположены в том месте, где когда-то рос Вечный Цвет. Следующая тема, о которой мне бы хотелось поговорить, это огромный карп, плавающий в водах Первоисточника. Тоже на самом деле задачка, поэтому сразу к делу. Если позвонить в колокол, то он приплывет, чтобы его покормили. Покормить его можно ценным кормом, который, кстати, является теми слизнями, что обитает на дне пруда в деревне Мибу. В игре есть два вельможи в бочках, желающих стать карпами. Если скормить огромному карпу особый ценный корм, то тогда тот погибнет, и один из этих вельмож, в зависимости от того, чью отраву вы использовали, превратится в карпа с красными глазами. Такие карпы не могут достигнуть совершенства, но зато становится понятна цель некоторых из придворных. К тому же у огромного экземпляра тоже есть человеческие зубы, что еще раз доказывает эту версию трансформации. Но это все так. К слову, действительно интересной деталью здесь значится его смерть и то, где он оказывается после нее. Если его отравить, то тело карпа будет находиться не в водах первоисточника, а там, где они все собираются, то есть на арене, где мы дрались с обезьяной стражем. И вот это уже интересно, поскольку, во-первых, получается, что дворец связан с опустившейся долиной, а во-вторых, это может дать нам подсказку на то, откуда же все-таки появились многоножки. Как мы знаем, обезьян вроде как монахом никогда не был, да и связан с ними тоже. И это к тому, что некоторые считают, что многоножек создали именно они, но как тогда объяснить ее попадание в него? Поэтому мне кажется, что логичнее будет предположить их наличие в первоисточнике, из которого они, через стекающие воды, попали в долину, и там обезьяна и монахи их случайно выпили. Аргументом в пользу этого довода может послужить сгнивший скелет другого карпа или еще какой-то рыбы на дне водоема во дворце. Там отчетливо видно, что вокруг него разбросано довольно много личинок непонятного происхождения. Я, конечно, не биолог и не знаю, могут ли многоножки жить под водой и как они вообще рождаются, поэтому могу быть неправ. Однако, как по мне, это наиболее правдоподобный вариант и других объяснений я не вижу. Исходя из всего этого, мы видим, что причиной всех бед и разных форм бессмертия являются воды первоисточника. В них берут свое начало многоножки, из-за них вельможи и клонаками меняют свой облик, их часть протекает через деревню Мибу, смешиваясь с тамошними водами, создавая эффект красный глаз. Тут должен возникнуть вопрос, что наделяет первоисточник всеми этими свойствами? Как ни странно, божественный дракон, часть которого попала в воды первоисточника. По крайней мере, опять же, так думаю я. Неизвестно какая. Его слезы или корни, которые он пустил на этой горе. Но это точно он, так как если бы не было его, не было бы и бессмертия в любом из его проявлений. Что касается него, то он в незапамятные времена пришел с запада и поселился здесь в самой древней части земель Ащена. Воды, протекающие среди старых камней и под землей, позволили ему пустить корни. По сути, дракон и есть дерево. Этим также можно объяснить отсутствующую у него левую руку. Вообще, многие думают, что он лишился ее, когда Филин срезал ветвь с Вечноцвета. Да, вроде бы звучит логично, только вот они забывают, что задолго до этого Токеру взял с собой ветвь из Божественного Царства и привил ее, чтобы она росла и дальше. То есть, хоть Филин и отломил ветвь, но отломил он ее от уже разросшегося дерева, что вырастил Токеру. Поэтому руку ему оторвал скорее прошлый Божественный Наследник, когда забирал ветвь из его царства, нежели Отец Волка. Хотя, кто знает, может это вообще никак не связано и потерял он ее еще раньше и совсем по другим обстоятельствам. Перед второй фазой, при его появлении, можно заметить, что дерево Сакуры, из которого он появился, снова расцвело. А еще у него на груди присутствует какой-то огромный шрам, полученный неизвестно откуда. Здесь скорее аллюзия на нанесение вреда природе, чем лорный момент, потому что с этим вроде как ничего не связано. Про маленьких драконоподобных существ из первой фазы я вообще ничего не буду говорить. Максимум, они результат конечной эволюции вельмож. Такая же длинная шея и флейты говорят сами за себя. Тогда почему некоторые из них хотят стать карпами? В общем, я не понимаю. Если есть мысли, пишите. Вообще все пишите. Буду мониторить комменты, потому что очень интересно. И завершающая деталь по поводу дракона, меч, которым он орудует. Уверен, у многих фанатов серии Souls при его появлении сразу же появилась мысль о том, что он может быть своеобразной версией лунного меча в мире Секиро. Однако он является своеобразной версией меча, существующего в реальности. По-японски его имя Щичи Щитон или Нанатсу Сайя Нотачи. Второй вариант упоминается в одном из древнейших письменных памятников Японии Нихон Чоки. По-русски Семизубый меч. Он относится к одному из национальных сокровищ Японии и, по предположениям ученых, был изготовлен в четвертом веке до нашей эры. Самое интересное, если верить древнейшей японской письменности, которую я упомянул чуть ранее, он был изготовлен в царстве Пекче или Сила. Они находились на территории современной Южной Кореи и был предподнесен в дар японской полумифической императрице Джингу властелинам Кореи. Это очень интересно, потому что многие, я в том числе, прочитав про то, что дракон пришел с запада, под этим поняли Европу. Только вот учитывая этот меч и то, что для Японии Запад это практически весь мир, врисовывается уже совсем другая картина. Он мог прийти из Кореи или Китая, например. А еще с этим может быть связана одна из концовок. К тому же, сам дракон не такой, каким обычно его рисуют в европейском фэнтези, а длинный, продолговатый змей из Азии. Здесь можно было бы еще начать рассказывать о том, что корейские драконы как раз любят жить в воде, а японские имеют три пальца на руке, что их отличает от других, и у этого как раз столько же, но оставим это для другого видео. Победив его, Секиро использует Клинок Бессмертный, чтобы получить слезы дракона. Так как его тело бессмертно, то и его слезы, однажды пролитые, будут вечно сохранять свою форму и не высохнут. Сразу после этого он оказывается в замке Ащина. Там он встречает Эмму, которая рассказывает сразу три плохих новости. Произошло нападение Внутреннего Министерства Японии, Ищина все-таки одолела болезнь и он умер, а Кура из-за всего этого убежал через тайный проход у края рва у резервуара Ащина. По поводу Ищина, как я уже говорил, он был довольно стар и сильно чем-то болел. Эмма в разговоре с Генчирой вовсе говорит, что это чудо, как он держится до сих пор. К сожалению, долго он продержаться не смог и произошло нападение Внутреннего Министерства Японии на замок Ащина. Оно хочет вернуть себя под контроль эти земли, потому что 20 лет назад произошло восстание и власть захватил как раз Ищин. У Министерства тоже может быть реальный аналог в виде щогуната Токугава. Да, официально этот клан получил власть только в 1603 году, но уже в конце 16 века он активно боролся за неё против другого кандидата Тойотоми Хиде Йоши, победа над которым в 1600 году в битве при Сакигахара уже точно ознаменовала его приход к правлению, хоть для этого и нужно было подождать еще три года. Но это указывают не только исторические события, но и герб, который можно рассмотреть на одеждах воинов в красном. На нем изображен тот же цветок, что и на гербе Токугава, только не трёхлистный вариант, а двулистный. Причем интересно, что трёхлистным у Токугава он стал из-за своего количества ветвей дома этого клана. В природе же у него только два листка. Воины в красном же могут быть выходцами из клана Токеда, который в 1582 году разбили войска Токугава из-за того, что несколько человек переметнулись на другую сторону. К тому же, одним из их символов как раз таки и является красно-черный цвет. И последнее. Одного из шпионов министерства можно встретить в воспоминаниях поместья Хирата, что как бы говорит нам о том, что они уже давно ведут слежку за кланом Ачина. Если честно, мне очень нравится этот момент, потому что такого не хватало в соус-играх. Здесь ты прям чувствуешь себя частью истории, которая происходит данный момент, а не происходило сотни, а то и тысячи лет назад. Самурай Ачина сражается с солдатами министерства, кто-то пугается и убегает прочь, кто-то просит помощи у главного героя, ведутся крупномасштабные сражения. Правда, не всем так нравятся эти битвы. В некоторых, они вызывают гнев. Причём этот гнев настолько силён, они настолько полны ненависти, что начинают меняться. Сначала изнутри, а потом и снаружи, превращаясь в демонов ненависти, называемых Сурами. Так произошло и с одним из наших знакомых. С Резчиком. Давным-давно, когда он ещё был с Чиноби, то имел прозвище Орангутан. Видимо, потому что действительно двигался как обезьяна и был очень проворен. Я уже упоминал ранее, что в то время у него был друг, вместе с которым они вместе тренировались, проводили время и просто наслаждались жизнью, несмотря на то, что являлись никому не нужными бродячими щиноби. Потом этот друг погиб в бою с обезьяной. Мы не знаем, почему ему нужно было лезть к ней, да и сейчас важно не это, а то, что для Резчика он очень много значил. И что самое интересное, этот друг, судя по описанию Кольца Мятежника, был женского пола. Так что вполне вероятно, что их отношения только дружбой не ограничивались. Поэтому её смерть он мог пережить очень тяжело. Не могу утверждать с уверенностью, но мне кажется, что именно это и стало для него причиной потери левой руки. Узнав о смерти своей подруги, а может и кого-то больше, кто знает, он обезумел настолько, что начал упиваться смертями и убийствами, а те, кто всё время убивают, рано или поздно становятся сурами. Они даже не помнят, зачем убивают, забывают обо всём и убивают уже исключительно ради радости этого действа. Остановить Резчика от полного превращения в демона смог Ищин, отрубив тому руку вместе с его оружием. Довольно кардинальные меры, действительно. Хотя, видя на что способны суры, когда приходишь к воротам замка Ачина, где бушует Резчик, начинаешь думать совсем по-другому. В общем, после этого, Орангутан оставил путь Чиноби и поселился в заброшенном храме. Благо, у него был его друг Даген. Он был выдающимся целителем, а ещё хорошо разбирался в разных механизмах. Точнее, даже сказать, он был ими одержим настолько, что это отразилось на его здоровье. Когда Резчик потерял руку, Даген создал этот протез. Правда, первый протез вышел неудачным, абсолютно нерабочим. И он переделал его. А потом переделывал ещё и ещё, множество раз. Когда результат его наконец-то устроил, то он вырезал Будду с добрым лицом и сказал, что Орангутан должен упражняться в работе с протезом, чтобы научиться им пользоваться. И потом, сначала он начал вырезать всякие волчки и другие игрушки, а впоследствии и статуэтки Будды в память о Дагене и чтобы сдержать гнев внутри себя. Дело в том, что хоть Резчик и не успел тогда превратиться в демона, но он стал вместилищем пламени ненависти. Судьба распорядилась так, что земная его жизнь не должна была прерваться. Лишь делавшись демоном, он смог бы оставить этот мир. Всё так и было. Очень долгое время он жил в храме Отшельником, вырезая статуэтки. Однако, как бы он ни старался, каждый Будда в воплощение гнева. Он не мог до конца подвести себе желание убивать, постоянно видя перед собой одно лишь пламя. Занимаясь этим делом, у него получалось отлечься и не думать о кровопролитии, но когда напало Министерство и развязало войну с кланом Ащена, бушующий внутри него огонь ненависти вспыхнул с новой силой. И он отправился на поле боя, на этот раз полностью превратившись в Суру. Какая-то часть сознания в нём всё ещё сохранилась, и поэтому, когда волк убивает демона ненависти, он слышит голос Резчика, благодарный за своё освобождение. Вся эта история также повлияла и на Эмму, потому что она была очень близка с Резчиком. Однажды на поле боя он встретил маленькую девочку. Она была одна, стояла там и ничего не понимала, даже сделать ничего не могла. Ни закричать, ни даже разозлиться. Просто была в ступоре. Потом она увидела Орангутана, который с большим аппетитом ел рис. Эмма не сводила глаз с него и почему-то это её очень сильно разозлило. Тогда он не вытерпел и поделился с ней. Рис был очень вкусным и с тех пор она везде шла с ним. А потом земли Ащена стали опасны для них обоих и примерно тогда же её удочерил Даген. По мнению Орангутана, любой из исходов был бы лучше, чем быть воспитанной щеноби. Через какое-то время произошла трагедия с подругой Резчика. Видя своими глазами насколько опасна тень Суры, Эмма попросила Ищина научить её использовать оружие и владеть мечом. Но не потому, что она хотела убивать или мстить. Нет. Просто если бы демон явился снова, она хотела бы быть готовой его сразить. К слову, ни на что не намекаю, но почему-то многие персонажи говорят, что в глазах Секиро тоже видят какую-то тень. Наверное, просто потому, что он беспокоится за Кура. К слову о нём. Кура убежал через тайный проход из замка. Правда, не то чтобы он очень знаком с таким понятием, как «везение». История заканчивается там же, где и началась. Ганичиро ждал божественного наследника и поэтому устроил небольшую засаду. К тому моменту, как Секиро приходит за своим господином, тот уже оказывается раненым вторым мечом Бессмертных. Кроме красного клинка существует и чёрный. Его имя «Открытые врата». По преданиям, он способен открыть врата в подземный мир. Короче говоря, Ганичиро настолько не унимается, что аж где-то раздобыл второй клинок Бессмертных, чтобы победить волка и забрать кровь Кура себе. Уже в третий раз происходит бой между двумя заклятыми врагами и, если вы побеждали его в самом начале, то он уже в который раз проиграет в этой дуэли. Наконец, поняв, что оказался слаб, Ганичиро прибегает к отчаянным мерам и режет свою шею, из которой внезапно начинает вылезать Ищин. Причём, не тот старый и больной старик, а его более молодая версия из времён, когда он ещё был здоров и активен. Получилось это благодаря чёрному клинку Бессмертных, который способен открывать врата в подземный мир и воскрешать мёртвых. Ищин как раз умер незадолго до этих событий, поэтому Ганичиро очень повезло, что теперь на его стороне будет сражаться лучший воин клана Ачина. Правда, сам Ганичиро этого уже не увидит, потому что для этого ему пришлось пожертвовать собственной жизнью. Здесь непонятно ещё кое-что. Последним желанием Ганичиро было видеть воскрешение клана Ачина. Выходит, что либо воскрешённый подчиняется последней воле воскрешающего, либо из-за того, что Ищин банально любил сражаться и жил битвами, он как и хотел решает сразиться с Секиро, который стоит у него на пути. Просто иначе непонятны его мотивы, ведь изначально Ищин был против использования крови дракона. После битвы с ним Секиро находит своего господина истекающим кровью на поле битвы. Он даёт ему выпить слёзы дракона. Потом делает то, что должен, чтобы прерывать бессмертие, драконьи поветрия и распространение божественной крови. Если я правильно понял способ работы слёз дракона, то они необходимы для того, чтобы перед смертью очистить тело от скверны, и после убийства носителя бессмертие пропадает у всех, кто когда-либо был как-то связан с этой кровью. Или же он не может принять только лишь слёзы дракона и очиститься из-за того, что есть ещё один обладатель этой крови. Эта версия в дальнейшем ещё получит своё развитие. Так или иначе, Секиро в этой концовке скорее всего тоже становится смертным и занимает место резчика. Теперь он отшельник без руки вырезающий статуэтки Будды, чувствуя, что не выполнил долг, который на него возложил его господин. Иммор же предлагает ему оставить протез щеноби у себя, потому что когда-нибудь сюда снова явится кто-то, ищущий силу. Забавно только, что этот кто-то должен быть без руки, да ещё и обязательно левой. Собственно, это и есть стандартная концовка игры, которую видит большинство игроков. Если они пройдут её, конечно. Теперь же давайте возвращаться на тот момент, когда в замке Ашина появляется Филин, чтобы забрать с собой Кура. Мотивация Филина очень проста. Да, он является очень сильным щеноби, но при этом он никогда не был известен, и только и дел, что прислуживал своим господам. Естественно, в нём появилось тщеславное желание стать главой клана Ашина после всей Японии, поэтому он придумал план, согласно которому Филин должен был похитить божественного наследника и заставить того поделиться с ним своей кровью, став бессмертным. Чтобы это осуществить, он связался с бандитами и дал им наводку на поместье Хирата, которое во время их нападения было наименее защищено, что позволило им без труда его захватить и ограбить. Кроме того, он заручился помощью ещё одного сильного щеноби, госпожи Бабочки. Если я правильно понимаю, то она должна была одурачить Кура иллюзиями и заставить того поделиться своей кровью с Филином, сделав того бессмертным. К слову о самой Бабочке. По поводу неё интересно следующее. После её убийства главный герой получает капельку Сакуры. Такие капли остаются у тех, кто не смог создать себе клятву бессмертия. Хотя Кура, например, говорит, когда разрушена клятва бессмертия, наследие дракона остаются такие капли. Кому верить? Гениально. Прочитав описание капли, я сначала подумал, что может быть она пыталась одурачить Кура иллюзиями и заставить его наделить бессмертием ещё и себя или себя вместо Филина. Потом, когда я принёс её Кура, то он сказал, что скорее всего эта вещь осталась от прошлого божественного наследника Такэру. То есть, из всего этого вытекают три варианта. Первый. Она была щеноби Такэру и тот пытался поделиться с ней своей кровью, но что-то пошло не так. Второй. Она была его щеноби и он всё-таки смог поделиться своей кровью, но потом клятва была разрушена, а капелька Сакуры всё, что осталось от того союза. Но в этом нет смысла, потому что она вообще никак не упоминается, когда речь идёт о Такэру. Напротив, его подругой, вассалом или кем бы то ни было ещё была Томоэ. Поэтому я предпочитаю третий вариант. Она украла эту капельку у Томоэ, которая точно была бессмертной на службе у Такэру. Доказательством этого служат слова Эммы, которая сама всё видела своими глазами. Не представляю, зачем бабочке понадобилась эта капелька. Может, она была её родственницей, может, щеноби на службе у неё, кто знает. К сожалению, об этом нигде не говорится, поэтому остаётся только гадать. Так что давайте снова вернёмся к Филину. В его план также входила инсценировка собственной смерти, чтобы никто его ни в чём не заподозрил и вообще забыли. Однако он, видимо, не ожидал, что волк окажется достаточно силён, чтобы одолеть бабочку. С этого момента его план рушится, и Филину приходится импровизировать. Он решается на отчаянный шаг и убивает Секиро, подло проткнув его своим мечом со спины. Это же стало его роковой ошибкой, потому что Кура, видевшись какой преданностью за него сражается его щеноби, возвращает главного героя с того света, наделяя бессмертие. Через три года он всё-таки выходит из тени и приходит прямиком к божественному наследнику, практически прямо заявляя, что желает заполучить его кровь и так просто теперь от него не отделаться. Всё это видит Секиро, ну и дальше вы знаете. Только вот если он соглашается отречься от своего господина и решает следовать Железному Кодексу, повинуясь отцу, то происходит следующее. Филин говорит, что они будут правителями этих земель, но их прерывает Эмма, которая очевидно слышала разговор и теперь желает их остановить. Здесь стоит вспомнить о том, что многие персонажи говорили Секиро о тени Суры, которые они видят в его глазах. Во-первых, Эмма желает помочь Курой избавиться от его проклятия. Во-вторых, из-за событий прошлого она пообещала себе, что если она встретится с Сурой еще раз, то она обязательно расправится с демоном. Именно для этого она и обучалась у Ищи на владении мечом. Поэтому, видя волка, который предал своего господина и, что самое важное, человека, который находится в шаге от того, чтобы стать Сурой, она решает собственноручно сразиться с ним и остановить его. Происходит бой, в котором она терпит поражение. Нам показывают Секиро, на лице которого проступает еле заметная улыбка. Он начинает наслаждаться убийством человека. Единственный, кто может остановить его в данный момент, это Ищин. Я уже не раз говорил, что несмотря на свою старость и болезнь, он все еще один из самых сильных воинов Ашина. Даже умудряется тайком шпионов вырезать. Для него Секиро всегда был каким-то угрюмым, нелюдимым и мрачным типом, к которому он все равно относился с приязнью. Он очень жалеет, что так получилось. Однако, выбора у него нет. Солкам нужно покончить до того, как он станет настоящим Сурой. К сожалению, или к счастью, кому как, даже сил Ищина не хватает на то, чтобы расправиться с главным героем. После его смерти к Секиро подходит Филин, впечатленный результатами сына. Тут, к слову, можно увидеть его настоящую мотивацию. Он действительно банально хотел править всей Японией. Он был очень амбициозен из-за того, что никогда не имел рода и племени. Только вот он выбрал не самый удачный способ обрести власть. Суру невозможно контролировать. Его радость заключается лишь в одной вещи – убийстве. Затем Секиро пронзает своим мечом грудь отца точно так же, как когда-то тот сделал с ним, подло и со спины. Результатом этого происшествия стали смерти тысяч солдат и мирных горожан. Мало кому удалось выжить. В Асина произошла самая жестокая резня периода Сен-Гоку. И долго еще говорили, что среди этих земель рыщет демон. Вообще, лично для меня это, наверное, самая любимая концовка. Как минимум, потому что теперь наконец-то главный герой станет боссом и начнет нагибать всех подряд, вместя за мои пять нервных прохождений этой игры. Представляете, бессмертный Сура, что может быть хуже? К тому же, она очень красиво срежиссирована. Я имею в виду, как в финальном ролике показали главного героя. Точнее, наоборот, они всячески избегали показа его лица, что якобы олицетворяет потери его человеческого я. И это очень круто. Но! Меня смущает один момент. Откуда у Филина в этой концовке черный клинок бессмертных? Сами посмотрите. Его обычный меч находится на спине, а второй он держит в руках. Причем, это точно не какой-то левый клинок. Сравните его и тот, который использует геничеро в концовке. Рукоять и горда абсолютно одинаковые. Возникает два вопроса. Где он его вообще взял? И как он его использует-то? Разве клинки бессмертных не могут использовать только бессмертные? Сори за тавтологию. Или это особенность красного клинка убивать всякого, кто достал его из ножен? Тогда в чем прикол черного? То есть он не способен убивать бессмертных, а только воскрешать умерших? А как тогда геничеро убил себя им? А как он порезал Кура? Либо это жесткий прокол, либо он работает так, как я только что описал. Через жопу. Правда, это все равно не объясняет, откуда он у Филина. Получается, что он не хотел уходить от Кура, потому что знал, что может заставить его поделиться кровью из-за клинка бессмертных? А когда секиро его убил, то этот клинок он потерял, а тогда геничеро узнал о нем и забрал себе? Или они вообще были в сговоре еще с событием по мести Хирата? Ведь не зря Кура оказался потом в лунной башне под присмотром самураев Ашина. Господи, тут можно спекулировать и спекулировать. Оставляю это на вас. Не забывайте, что я с огромным удовольствием буду читать все комментарии. Ладно, давайте переходить к следующей концовке. Она заключается в том, что Волк и Эмма, обеспокоенные тем, что от бессмертия можно избавиться, лишь убив его носителя, пытаются найти способ оставить Кура в живых. Они обещают друг другу не рассказывать ему о том, что копают в другом направлении. Эмма в итоге находит записку Томоев, в которой сказано, что способ есть, но для этого необходимы вечноцвет и клинок бессмертных. Клинок есть. С вечноцветом же небольшая загвоздка. Та ветка, которую секиро находит у своего отца, уже давно высохла и на ней нет цветков. Так что она не подходит. К счастью, Эмма знает, где ее можно достать и отправлять главного героя в воспоминания своего отца по мести Хирата. Там предстоит победить его более молодую версию и забрать еще не высохшую, только срубленную ветку Сакуры. Кстати, этот филин трехгодичной давности просто намного мощнее, чем тот, что встречается по сюжету. Лично для меня он оказался самым мощным боссом, на котором я страдал. Хорошо, вечный цвет теперь есть. Что дальше? Ух, тут Волку придется столкнуться с жестокой правдой. Либо он, либо господин Кура должны умереть. Забавно, что узнаем мы об этом, подслушав разговор Эммы и Резчика в храме. Тот спрашивает у нее, ну что, ты расскажешь? А она отвечает, что если сделает это, то Сакиро точно выберет смерть. Здесь, как минимум для меня, интересен тот факт, что если бы мы не подслушали и не спросили у нее напрямую об этом, то она бы так и не рассказала. Хотя, казалось бы, есть божественный наследник, которому она стремится помочь, и какой-то неизвестный Шиноби. То ли у нее какие-то чувства к нему, то ли она просто считает, что не вправе решать чужую судьбу. Это очень маленькая деталь, которая, в свете недавних событий, не уверен, что сделана намеренно, но, тем не менее, дает по-другому взглянуть на одного из персонажей. После этого, все продолжается точно так же, как и в стандартной концовке, вплоть до убийства воскресшего Ищина. Сакиро находит в поле Кура и на этот раз дает ему не только слезы дракона, но и вечный цвет. Затем совершает самоубийство, жертвуя собой, чтобы его господин смог стать человеком и дальше наслаждаться жизнью, уже не отягощенный бременем бессмертного. Проходит какое-то время, и нам показывают могилу Сакиро, у которой молится Эмма. К ней подходит Кура и тоже молится. Он благодарит ее за помощь и сообщает, что намерен отправиться в путешествие. Теперь он будет ценить каждый момент жизни и, в конце концов, умрет. Довольно грустный финал. Мне, почему-то, он кажется самым грустным. Смерть Кура не воспринимается так же болезненно, как смерть Сакиро. С другой стороны, тут он хотя бы выполнил свой долг перед господином и умер спокойно, не взращивая внутри себя огонь ненависти или чувство вины, как в предыдущих концовках. Четвертое, секретная и последняя концовка связана с божественным ребенком. Мы помним, что эксперименты, которые ставили на ней и других детях, сделали ее бессмертной, но это еще и сказалось на ее здоровье. Искусственным божественным наследникам не хватает крови, поэтому иногда она себя плохо чувствует. В таких случаях ей необходима Хурма Асина, потому что она становится кровью. А кровь в дальнейшем помогает каким-то образом произвести вкусный рис, обладающий целебными свойствами. Божественное Дитя очень симпатизирует стремлению Кура стать обычным человеком, хоть никогда с ним и не виделась. Чтобы хоть как-то помочь ему, она просит Сакиро передать ему рис в качестве подарка. Кура с радостью принимает его, а когда узнает, что волк никогда не ел вареный рис, то и вовсе решает приготовить для него кое-что сладкое. Через время Кура дарит ему сладкий рисовый шарик, который передает его чувства. Решимость и в то же время нежелание расставаться. Достаточно милая сцена на самом деле. Особенно мне понравилась ее интерактивность. То есть, если не съесть этот шарик при Куре и попытаться уйти, то тот окликнет Сакиро и дружелюбно упрекнет его в том, что тот стесняется есть при нем. Забавно. При следующей встрече с божественным ребенком она спросит волка, дал ли он рис своему господину и очень обрадуется, когда узнает о шариках, который он сделал. Это еще больше укрепит ее веру в него. А вот причина, по которой она всерьез задумается о помощи ему, заключается в подношении ей священной книги Божественного Дитявод Молодости. Потому что она вспомнит, как презирает местных буддистов за то, что они с ней сделали. В этом моменте мне, правда, непонятно, кто ее автор. Если другой ребенок, то выходит, что бессмертие им дают черви и в этой маленькой девочке он тоже сидит. А если кто-то из монахов, то... Фух, слава бог. В конце концов, она переместится в чертоге Морока, чтобы поговорить с духами других детей. Выяснится, что она знает еще один способ спасти господина. Проблема лишь в том, что тогда ей придется покинуть своих друзей навсегда. И все же, она решается и просит Секеро найти главного жреца храма Сэмпо, который должен находиться в узкой пещере рядом со святилищем. Так и есть. Волк находит его в пещере, но сам жрец уже давно мертв. К счастью, на его теле находится отрывок из священной книги, описывающей путь к просветлению. С помощью этого отрывка возможно помочь Курой иным образом. Вместо того, чтобы избавляться от наследия, лучше вернуть его туда, где ему место. Как вы помните, то дракон ушел из родных земель и прибыл сюда, в Японию. Так что, если ничего не предпринять, его бессмертие и дальше будет порабощать те, кто с ним встретится. Из чего вытекает, что лучшим выходом будет вернуть наследие дракона и тех, кто с ним связан домой. На запад. Туда, где родился божественный дракон. Собственно, в этом отрывке главного жреца и описывается способ вернуть дракона на родину. Нужно съесть две змеиных хурмы и стать колыбелью для божественного наследника. Хурмой это является их внутренности. Сердца змеев, которым поклоняются как великим божеством. Получив их от Секиро, божественное дитя принимает решение все-таки стать колыбелью для Кура и съедает их. Правда, самого волка она просит выйти, так как стесняется есть при нем. Потом можно послушать, как она это делает и, судя по звукам, занятие это не из самых приятных. Да, она бессмертна, но от последствий поедания внутренности божеств, которые являются ядом, никто не застрахован. Поэтому, вернувшись к ней, волк обнаруживает, что божественное дитя ослепло, а ее тело очень сильно похолодело. Настолько, что риз превратился в снег, а слезы начали замерзать, стекая по ее щекам. Божественный наследник должен выпить их вместе со слезами дракона из божественного царства. Тогда он сможет перенестись в колыбель и отправиться на запад, родину дракона. Собственно, так и происходит. В конце игры, когда Секиро дает Кура выпить и слезы дракона, и ледяные слезы, то тот впадает в какое-то подобие комы. Затем он доставляет его к божественному дитя и та поглощает его в себя. Проходит какое-то время и мы видим, как она прощается со своими друзьями и готовится отправиться к паломничеству на запад. Секиро находится рядом с ней и, конечно же, решает помочь ей в этом. Вот такая вот четвертая концовка. Она достаточно любопытная. Хотя бы потому, что дает простор для сиквела или дополнения, в котором события игры уже могут происходить не в Японии, а Китае или Корее, учитывая особенность Меча Дракона. Поэтому, если продолжение и будет, то логично было бы развивать его из этой концовки. Плюс, опять была бы азиатская тематика, но другая страна со своими особенностями. Фрома и так уже сделали достаточно игр в европейском сеттинге. Что по поводу дополнения, то его можно было бы сделать про Томо, Такэру или Дагена. Эти три персонажа сыграли огромную роль в истории мира игры. Плюс, про них рассказали очень много. Если проводить параллели с Бладборн, а они прям напрашиваются, учитывая концовку, которой Секиро становится резчиком, то было бы забавно видеть какую-нибудь мутировавшую Томоя, например, как это было с Людвигом. В общем, у них есть целое множество вещей, которые можно развивать во второй части или дополнении. Или которые можно нормально пояснить там же. Потому что, разбирая всю эту игру, я то и дело натыкался на какие-то дыры или неточности, из-за чего приходилось додумывать все самому, как обычно. Я уже упомянул несколько связанных с Филином, Клинком Бессмертных и Госпожой Бабочкой. Однако, кроме них, есть и другие. Например, как Кура порезал себя и поделился своей кровью с Секиро, когда тот спас его в поместье Хирата, если без Клинка Бессмертных это сделать невозможно. Откуда взялись эти Клинки? Или как вообще появились Божественные Наследники? Пришел Дракон и назначил заместителя какого-то или они его потомки? Если потомки, то они полудраконы или он получеловек? А почему Генечиро бегает и пытается добыть Кровь Дракона, если ищен против? Ну, хотя ладно. Тут я еще понимаю. Юношеский максимализм, безграничная благодарность клану, все дела. Только тогда странно, что ищен позволяет убивать своих солдат, а ведь он знает про то, что Министерство следит за ними. В принципе, и тут можно кое-как объяснить, если предположить, что сейчас всем управляет Генечиро вместо него. Идем дальше. Зачем париться и собирать все ингредиенты, имея при себе Клинок Бессмертных? Чтобы очиститься от проклятия? А разве убийство себя и волка не лишит этот мир последних людей, способных заразить драконьим поветрием? Или только очистив себя и убив, можно остановить дракона от создания новых божественных наследников? Следующее будет не особо в тему, но мне банально интересно, зачем Фрома уточнили, как зовут падшую монахиню? Ведь больше нигде это не упоминается. Может быть, надо знать историю Японии? Не исключаю. Так или иначе, вся игра вертится вокруг учения Будды и того, что практически все, кто покусился на бессмертие, отрыклись от него. То есть, вместо того, чтобы срединным путем достигать Нирваны и покидать Колесо Сансеры, монахи, вельможи, обычные жители деревень, чиноби и все остальные увидели в бессмертии способ достичь желаемого. Монахи подумали, что оно приведет их к просветлению, вельможи просто продлевали себе жизнь и наслаждались ей, жители деревни Мибы по сути случайно этого добились, а Филин хотел править страной и чтобы о нем все знали. Кроме того, игра пропитана темой самопожертвования. В ней практически каждый должен принести что-то в жертву, если он хочет достичь своей цели. Токеру и Кура – свою жизнь, чтобы избавиться от проклятия. Томо и Секиро – то же самое, чтобы спасти своих господ. Гничеру – человечностью, чтобы увидеть воскрешение своего любимого клана. Божественное дитя – друзьями и глазами, чтобы помочь Кура. И так далее и тому подобное. Если сесть и хорошенько подумать, то можно найти интересные темы для обсуждения или размышления. В общем, к чему я веду. Несмотря на то, что в Секиро Шедоус Дайтвайз появился сюжет, разговаривающий главный герой с мотивацией, адекватные цели и активные действия в течение игры, в ней всё ещё полно недосказанностей, туманностей и просто пространства для спекуляций различными теориями. Те же источники искусственного и порочного бессмертия. Я выдвинул свои теории и попытался их как-то обосновать. При этом их легко можно оспорить и не согласиться. В принципе, я вас к этому и призываю. Точнее, я призываю вас к активному обсуждению лора этой игры, поскольку мне и самому будет интересно узнать ваши точки зрения. Я всё это ни с кем не обсуждал и что-то мог забыть, а на что-то смотреть только под одним углом. Сейчас же, когда я вывалил на вас всю эту информацию, мы можем рассмотреть её вообще со всех сторон. Пишите, какая концовка понравилась вам, ваши теории, ответы на вопросы, которые я озвучил в видео. Повторюсь, я буду стараться следить за всеми комментариями. А ещё было бы очень круто, если бы вы отблагодарили меня за эту работу своим лайком и по возможности репостом в какую-нибудь группу или к себе на страницу. Конечно, если вам оно не понравилось, то заставляйте вас не вправе. Просто это моё самое масштабное видео. И я очень рад, что наконец-то получилось его доделать. Было невероятно круто и приятно снова погрузиться в мир, созданный одной из моих самых любимых студий FromSoftware. С большим удовольствием копался в их новом проекте и собирал информацию для вас. Не забудьте заглянуть к нам в группу ВКонтакте, чтобы следить за новостями канала и подписаться на него, чтобы не пропустить новые видео. Всем спасибо за просмотр, увидимся!